второй случай второй случай звонят мне поздно вечером но я не люблю когда я уже там часов где-то 10 с лишним вечера я уже отхожу к основе все у меня такие так сказать свои там дела и тут звонок раздается от одного моего знакомого юного вот я вас спрашивал там о своей маме а маме оказалось примерно столько же как и мне что-то она болеет сахарным диабетом 2 типа там применяет инсулин как ей там поступать но в первую очередь про диабет я написал большущую статью подробно разобрал про сахарный диабет второго типа и даже немножко затрону про первое типа в газете малахов про заходите на сайт ищите эту газету я не помню так потому что куча там информации я помню что этим занимался вот находите и смотрите все но я и рассказывал вот бумарить сахарный диабет второго типа вы же до этого не болели им нет я этим не болела значит вы его нажили а знаете как лечили сахарный диабет когда не было инсулина ну спрашивает как они как не лечили просто-напросто просто убирали из своего питания те продукты которые поднимают быстро сахар в крови далее вы уже пожилой человек да пожилой человек значит вот смотрите инсулин требуется для того чтобы из крови затолкнуть глюкозу сахар глюкозу в клетки а почему клетки сами его не просят то потому что они не получают ту нагрузку которую должны получать в процессе ежедневной жизни то есть нету движение для того чтобы клетки употребляли то есть расходовали свою энергию им требовалась энергия уже из крови в виде глюкозы раз это не требуется поэтому они не потребляют зачем им есть больше чем им надо а мы постараемся туда напихом затолкать вот инсулин а раз мы съели больше чем могут использовать клетки естественно это все болтается у нас по крови как правило поступает и лишь клеточную жидкость меж тканевую жидкость вот и так как она не используется потом дальше просто-напросто излишки естественно организм выбрасывать через через почки а выбрасывать через почки ну и ладно там о это болезнь считается это организм сам борется для того чтобы человек туда не толкал столько сахаров тем более легко усвояемых которые ему не нужны просто-напросто да и плюс плюс что там происходит дальше рассуждаем на сахар как более тяжелое вещество под действием силы тяжести опускается к ногам где он находится даже не столько находится в крови как он находится вот в этих жидкостях меж тканевая значит межклеточная по действием силы тяжести опустился к нам и любая раночка там возникает из этой ранки сочится вместе с кровью вот этот сахарный сироп сахарный сироп сочится значит бактерии которые любят субстрат сладенький это же субстрат начинает на нем размножаться возникает гангрена то есть начинает с маленькая ранки нить вот она начинает нить и вот говорит вот гангренозная стопа это распространенное заболевание это это закономерно распространенное заболевание результате того механизма который я сейчас только сказал вот это все сочится бактерии все больше и больше на этом соки едят что только не делают потому что этот сахар в крови он он не исчезает а вот если бы вы будем говорить один из способов увеличивали двигательную наружку то есть хотя бы ходили по часику там до обеда часик после обеда то есть давали на розочку организма уже клеточки с удовольствием бы потребляли глюкозу и не потребовался никакой инсулин для того чтобы сюда туда вводить далее значит вот как лечили врачи до изобретения просто убирали все продукты которые способствуют быстрому повышению сахара оставляли значит каши цельные оставляли значит там допустим мясные продукты то есть белковые вот эти продукты оставляли естественно овощи можно там было в виде сладости там использовать но немножечко сухофрукты и в итоге когда человек приходил на такое питание он ничуть не страдал и нормально себя чувствовал я даже вспоминаю что пришел на передачу корнелюк певец композитор прекрасная песня и раньше он был такой полный а тут он такой вот стройненький ну ничего не говорю потому что у нас передача несколько поменяла формат но под конец все таки он сказал это уже доброго здоровьица передача это вот хорошо петрович разъяснил как значит при диабете все это там взаимодействует пища с организмом движение так далее я же просто напросто изменил вот как он сказал то есть убрал вот эти все плюшки сладкие которые быстро дают значит поднимают этот гликемический индекс в крови да я значит добавил движение и все видите сахарный диабет то есть я живу совсем другой жизнью здорово и радуюсь а так бы вы лечили а сахарный диабет сахар давай значит колоть инсулин для того чтобы затолкнуть тебе вот эту глюкозу туда куда она не лезет они его заталкивают ну уж хотя бы своей головой как-то мыслите рассуждайте что откуда берется и оказывается когда мы образом жизни вот эти рычажки раз-раз подналадили нам никакого лечения не требуется никаких лекарств мы вновь здоровы и живем как ни в чем не бывало а